Что делать, если вас беспокоит множество симптомов, и вы стали переживать, что возможно у вас ВИЧ-инфекция? Прежде всего, нужно сходить и сдать тест на ВИЧ. И даже если вы сдали тест на ВИЧ, и у вас отрицательный результат, то необходимо дождаться от двух до трех месяцев для того, чтобы пересдать еще раз этот тест на ВИЧ-инфекцию. Сдать тест на ВИЧ-инфекцию вы можете в любом республиканском центре СПИДа по месту жительства, либо же в любом медицинском центре. И все-таки вы продолжаете переживать за свое здоровье, вы продолжаете чувствовать различные симптомы. Что делать в таком случае? Как поддержать свое эмоциональное состояние? Прежде всего, необходимо выписать свой список симптомов на отдельный лист бумаги. Просто сесть и выписать. Головная боль, какие симптомы конкретные вас беспокоят. И сходить, возможно, не только к одному врачу, а нескольким врачам, для того, чтобы понять, что же действительно с вами не так. И, возможно, сдать тест на ВИЧ – это всего лишь маленький результат. Возможно, необходимо найти еще дополнительные другие причины. Скорее всего, и даже не причина в том, что вы подозреваете ВИЧ-инфекцию. Потому что, когда человек инфицировался, в первое время у него практически нет никаких симптомов. Поэтому не обязательно думать о том, что у вас ВИЧ-инфекция. Следующее, после того, как вы выписали весь список симптомов, сходили, возможно, к определенным врачам, которым вы доверяете, к эндокринологу, к терапевту в первую очередь обязательно. А после этого важно разобраться с психологическим своим состоянием. О чем же вам говорит ваше тело, которое вы, возможно, в этот момент просто... Тело ваше о чем-то вам кричит и хочет сказать. Очень много списков психосоматических болезней. К примеру, о том, о чем говорит тело, когда болит горло, о чем говорит тело, когда болит голова. Этот список вы можете посмотреть в моей ссылке здесь ниже, либо же просто набрать в интернете и увидеть, о чем говорит ваше тело. И разобраться, что же происходит. Возможно, сейчас мир такой, что все мы бежим куда-то, торопимся. Торопимся жить, торопимся достигать карьеры, достигать каких-то успехов в жизни. Но часто мы забываем о том, что же такое наше полноценное здоровье, в чем существует, в чем качество жизни. Возможно, стоит остановиться и подумать о том, что же делать дальше, а правильно ли я иду, а в своей ли я волне нахожусь. Возможно, остановившись и подумав, расписав все детали, раз, два, три, четыре, пять, прям конкретно расписать, остановившись, обязательно остановившись. Вот, к сожалению, очень многие люди не умеют останавливаться. И к такому же принципу отношусь и я. Не умею восстанавливаться. И для того, чтобы остановиться, важно ничего не делать. Потому что ваше здоровье, оно первостепенно. Важно просто писать, размышлять, думать о себе. Для этого очень сильно помогают различные ретрит-центры, различные центры молчания. Либо просто дома находиться и молчать, не разговаривать. Разговаривать самим собой и писать об этом. Удачи вам в том, чтобы вы нашли причину ваших симптомов. И в том, чтобы разобрались с самым главным и ценным достоянием нашей жизни. Это наше здоровье. Берегите свое здоровье. Заботьтесь о нем. Останавливайтесь. Не торопитесь жить. Жизнь великолепна во всех ее проявлениях. Заботьтесь и любитесь ее так, как бы вы хотели. Вспомните о том, каким вы были в детстве. Напишите об этом. Распишите все свои прелести. Желаю вам успехов и здоровья.